приветствую всех всем отличной пятницы сегодня у нас будет расклад без вопросов иначе поток кстати после обеда я обычно после обеда выкладываю в разделе сообщества будет как раз таки анонс на близ консультации и я поставила тоже тему потока то есть я знаю что почему-то поток любит больше всего поэтому читайте анонс разделе собой общество где-то после обеда он выйдет и приходите на близ консультации буду рада вас видеть а мы сделаем сегодня расклад позиции вы видите перед собой будет три позиция хочу сделать коротенький поток если готовы то давайте приступим итак позиция номер один голубенький камешек о чем нам сегодня здесь поведают карты что нам скажет что вам нужно знать да здесь как будто вы знаете речь идет о том что вот ваша обыденность на какая-то вот мирская жизнь она устоялась она приносит вам удовольствие на вас все устраивает вас все радует все вроде бы идет так как и хотелось бы но этого недостаточно ощущение того что здесь финансовый вопрос необходимо решить потому что то ли вы сейчас живете на на те деньги которые вы экономили до подушка безопасности финансовая сейчас вы это проживаете либо вы живете как-то достаточно экономно достаточно скромно при том потенциале в профессиональной сфере в своем мастерстве которые есть то ли вы если вы работаете на себя вы недостаточно не то чтобы недостаточно продается здесь здесь необходимы изменения потому что профессионал вы хороший вот и работа видимо у вас качественное полезное нужное но получаете вы меньше того чего достойны и здесь причина может быть разная одна из причин то что вот вы продаете как не знаю как будто бы как по старинке да то есть так как продавали ранее либо какая-то вот такая незрелая может быть позиция то здесь нужно изменить подход однозначно потому что вы выросли ваш профессионализм вырос и вы достойны больше либо заработной платы либо больше финансов здесь вот прям акцент идет на то что ваши финансы должны вырасти здесь обращает внимание как раз таки на это то есть на нужно сфокусироваться здесь необходимые перемены потому что может быть даже где-то в чем-то засиделись здесь необходимо новизна мне это показывает знаете как картинку чтобы был какой-то была какая-то узкая труба маленькая вот она стала ржавой и где-то идет утечка этой воды и здесь как будто бы приходят мастера и заменяют ее в несколько раз даже него не в два не в три а во множество раз эту трубу на более больших размеров диаметре потому что там вот столько должно проходить ну то есть допустим труба которая была она ну может быть там диаметре сантиметров 10 а вам предлагаются там например диаметре один метр вы понимаете насколько многогранно можно приумножить свой финансовый поток но здесь нужны изменения да то есть пока вы находитесь на стадии того что вы видите что труба покрылась ржавчиной что есть какие-то утечки что есть дыры вы как будто бы их стараетесь где-то замотать лентой скотчем чем-то закрыть но это вот не совсем профессиональный подход да то есть здесь нужно проводить ремонт вот здесь такое показывает пришло пришло время что еще что еще здесь указывает что в принципе что я уже сказала что здесь необходимые перемены здесь необходимые перемены здесь нужно разрушить вот как-то ваши прежние устои здесь нужно обновление здесь нужны перемены причем перемены здесь вам придется делать самостоятельно вы не хотите вы не хотите почему почему здесь нету желания такого у меня такое ощущение что-то вам как будто бы не особо это нужно и не интересно здесь как будто бы не очень-то интересно что что поможет вас включить то есть мы говорим о финансах финансы не являются для вас той морковкой который вас за мотивирует то есть здесь должно быть что-то другое чтобы вас замотивировала на на эти перемены что это может быть что может вас замотивировать ну в прямом смысле здесь может быть могут замотивировать вас люди с другой стороны какое-то возможно понимание да то есть вашей ценности здесь смотрите здесь не деньгами вас надо мотивировать вашими способностями и умениями то есть возможно где-то признание какое-то возможно похвала только в таком случае вы будете делать что-то больше да то есть вот какая-то позитивная обратная связь вашу сторону она вас вдохновляет она вас воодушевляет и вот после этого вы начинаете движение с деньгами вас здесь не замотивировать вас здесь нужно мотивировать какими-то вашими ценностями и эти ценности они должны быть донесены до вас именно на уровне ментала то есть вы либо сами должны к этому прийти как вот как к осознанию чего-то либо здесь кто-то вам должен на это указать сказать что вот посмотри здесь вы человека дающий поэтому здесь можно как-то не знаю либо акцент сделать на это либо вот надо ведь вот ваше больное место уязвимое место до этого когда вы что-то делаете для других людей не для себя от для других и поэтому если мы говорим здесь о финансах то финансы лично для вас они не имеют ценности поэтому что-то делать для себя нет если это надо будет сделать там я не знаю за что-то сделать для людей за которых вы несете ответственность перед которыми у вас есть обязательства, тогда вы будете действовать. То есть здесь как будто бы надо как-то окольным путем, опираясь на то, что действительно ценно для вас, либо вы ответственный человек, то, за что вы несете ответственность. То есть для себя лично вы здесь делать этого не будете. Либо указывать здесь на какое-то ваше мастерство, на какое-то ваше умение. Ну да, то есть здесь, возможно, вы должны услышать, что вы уже сами себя переросли. Поэтому как-то сами себя замотивировать здесь вы сможете только на то, чтобы как-то взять себя на слабое и сказать, а что еще я умею? А что еще я смогу сделать? Чего я еще смогу добиться? Здесь получается ваше действие, вы начинаете действовать, и растут ваши финансы. Но финансы это как побочный какой-то эффект. В чем вам здесь вырасти надо? Понимаете, здесь вам нужно, здесь вопрос конкуренции стоит, и вас это не берет, понимаете? То есть вот если вам говорить, что, смотри, тот делает лучше, либо наоборот, тот делает хуже, а ты лучше. Вот вас это никак не трогает. Но вот чтобы замотивировать, вас нужно помимо ценности включить еще какой-то такой азарт, какой-то соревновательный момент. Но соревноваться не с кем-то, а скорее всего соревноваться с собой, как вот проверка себя. Вот для вас вот это важно. И если вот этого соревнования, вот этого огонька не будет, а смогу ли я, да, то есть вот бросить вызов самому себе, вот это вот, как проверка себя что ли, вот это вот вас сможет замотивировать. Здесь вам необходима еще поддержка либо одного человека, либо вообще людей. Вот я сказала не случайно, что вот вам обратная связь важна, вам поддержка подтверждения слов не для того, чтобы вы как-то самоутвердили за счет другого человека, а вам это необходимо для того, чтобы вы поверили в себя. Но здесь такой очень интересный момент, вот по двойке пендакли, с одной стороны вы знаете свою ценность, вы знаете свое умение, мы говорим про профессиональную сферу, здесь исключительно поток идет об этом. Но с другой стороны, вот когда вы получаете подтверждение, это вот вас как-то окрыляет, вдохновляет, и вы хотите еще и еще делать, да. Опять-таки не для себя, а для других. Но когда вы не получаете этой обратной связи, не то чтобы ваша ценность в ваших глазах падает, у вас нету, проходит как-то, я не знаю, вдохновение что ли, вот эта вот энергия. То есть здесь должен быть вот именно вот этот вот обмен, ты мне, я тебе. То есть когда вот этой движухи нету, я что-то делаю для других, другие что-то дают мне, вам это неинтересно. И здесь, с одной стороны, есть эта зависимость от других людей, потому что если они вам не дают обратную связь, если они, ну то есть нету коннекта с ними, вы как огонек потухаете. То есть любой костер надо все время подпитывать дровами, да, то есть что-то в него подбрасываешь, чтобы либо поленья, либо веточки, чтобы они горели. Вот здесь вот как раз-таки про вас. Вы этот огонь, да, для того, чтобы вы жили, для того, чтобы вы существовали, вам нужно подбрасывать в этот костер либо какие-то поленья, либо какие-то там, я не знаю, бревна, что подбрасываю, да, что сжечь. И вот то, что сжигается, это внимание других людей именно в вашу сторону как профессионала, как мастера. И когда этого нету, вы затухаете. Вот в этом главная проблема. И здесь, скорее всего, вам нужно будет тогда в таком случае научиться гореть самостоятельно для себя, не ожидая, что вот кто-то будет подпитывать вас вас вот этими вот поленьями, ветками будет подбрасывать, чтобы вы горели. Здесь вам нужно научиться самостоятельно нести вот этот свет, не потухнув, да, то есть вот как... Забыла. Как Прометей, да, который подарил огонь, в данном случае знания, да, свет людям, и его нужно поддерживать. Вот вам нужно понимать самой для себя, для чего вам вот эта вот ценность, да, для чего вам вот этот огонь. Потому что вы как будто бы, знаете, и так знаете, кто вы, и что вы, и какие у вас знания. Но когда они не востребованы, вы как будто бы входите в какую-то спячку, как медведь, да. А вот когда вот вас разбудят, тогда вы вот свою силу дарите природе. Вот вам очень важно не засыпать. Надо найти здесь какой-то способ. Каждый здесь найдет для себя свой. Так, это была первая позиция. Так, что поставил, что поставил. Мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку. Здесь о чем будет поток, что вам нужно знать. Что нужно знать. Во-первых, вам нужно знать, что чего бы здесь ни касалось, вы на это можете повлиять. Это вам подвластно, это в ваших силах. С другой стороны, здесь есть какое-то разочарование, какое-то огорчение, да, речь идет. Вот как-то, знаете, вы себя в чем-то преодолевали, прикладывали какие-то усилия, да, что-то делали, выложились как-то по полной и не получили того результата, который хотели и разочаровались. Здесь речь идет об этом. Что пошло не так? Здесь что-то пошло не так. Во-первых, вы очень много ресурсов вложили. Вы не должны были столько ресурсов. То есть вы как будто бы поставили абсолютно все на окон. Вы не должны были так поступать. Это опроменчивый поступок. Вот так не надо было делать. И вы как будто бы сами себя опустошили. В чем вы себя преодолели? Ну, то, что вы не хотели действовать. То ли вам интуиция подсказывала, что не нужно, то ли были какие-то другие причины. Но вы все равно сделали. Сделали, выложились по полной и не получили. Вот в чем здесь проблема-то? В том, что не получили. Вот в чем проблема, я не мог понять. Проблема вот какой-то вот вашей надежды. Здесь ощущение того, что до этого момента вы уже что-то пробовали. И, возможно, получилось. Знаете, как выигрыши поставили, я не знаю, в рулетке, да, на черное выиграли. И вот на этой волне азарта вы заново ставите, допустим, там на черное, а выпало красное. И вы потратили все, что выиграли на черное. То есть здесь как будто бы человек, с одной стороны, не умеет останавливаться, а с другой стороны, вот вы как-то вот понадеялись, да, вот на волне, не знаю, как что-то у вас здесь захлестнуло, и вы на этой волне говорите, а, мне повезло, а давай вот. То есть вы даже не включили голову, вы не подумали, что фортуна может повернуться вам другой стороной. Это может касаться абсолютно всего. Ну, то есть это касается любой сферы. И выложились и проиграли. И от этого разочаровались. Почему разочаровались? Ну, теоретически, потому что разочаровались вот в своем выборе, да, зачем я это сделала? Зачем я это сделала? Мне хочется спросить, здесь какой-то урок был. Вы в любом случае не смогли бы этого избежать? Зачем? Какой урок здесь был? Не зачем вы это сделали, а какой урок, какой-то урок вы здесь проходили? Здесь проходили урок того, что с одной стороны вы как-то вот вроде бы недостаточно сконцентрировались, сфокусировались на том, что вы хотели. Здесь вроде бы изначально вы поступили правильно, но потом в какой-то момент ваша энергия, она расплескалась. У вас появились, вы впустили в свою жизнь сомнения. И эти сомнения, они сыграли злую шутку с вами. То есть вроде бы пространство двигалось правильное русло, и вы должны были получить то, что вы хотели, вы были сконцентрированы, но потом что-то, либо какой-то вот, знаете как, преграда была в вашей голове, вы испугались, и вы пространство начали ну вот как-то колебать. Вроде бы выстрелили из лука, и стрела должна была попасть в десятку, но потом, своими сомнениями, вы создали ветерок, и этот ветерок, он повлиял на траекторию стрелы, и она попала в тройку. Она не попала в десятку, как должна была попасть изначально. И здесь урок того, как насколько ваши мысли в негативном ключе, ваша тревога, беспокойство могут влиять на пространство, что вы как будто бы сами создали такую обстановку. Урок здесь заключается в том, чтобы показать вам, насколько ваши негативные мысли, они могут действительно влиять, влиять на пространство, влиять на результат. А причина была в том, что вы очень сильно чего-то здесь хотели. И эта сила, с которой вы хотели, она изначально, она уже была несбалансирована. И поэтому вы разочаровались, потому что у вас были ожидания, у вас были очарования. Ну то есть вы очаровались чем-то, то есть вы что-то ждали, что будет именно так. А реальность преподнесла вам урок того, что не надо было ожидать этого. То есть нужно как-то относиться более сбалансированно. То есть с одной стороны вы уходите в волнение, тревоги, переживания, вот в эти эмоции. Они вносят в свою какую-то негативную лепту. И поэтому здесь уже говорят о том, что нужно быть в балансе. То есть когда вы что-то хотите, вы должны быть сфокусированы. И очень важно быть спокойным. Очень важно быть уверенным. И вот прям, знаете, это когда действительно из лука стреляешь, ты задерживаешь дыхание, ну либо из холодного оружия, ты задерживаешь дыхание, чтобы вот это вот дыхание, оно не повлияло, не дрогнула твоя рука, чтобы как-то слиться с пространством и вот в этой фокусировке, с концентрацией достичь желаемого. А рука ваша дрогнула от того, что с одной стороны вот эти вот негативные эмоции, а с другой стороны я очень сильно чего-то хочу, и поэтому я это жду, жду, жду. То есть вы ту энергию, которую нужно было направить на достижение своей цели, вы ее расплескали. То есть здесь вам показан момент того, насколько вы иногда отвлекаетесь на какие-то другие моменты, когда достигаете того, чего вы хотите. То есть вам не нужно обращать внимание, не знаю, может быть, на чужое мнение, на какие-то иные взгляды, на какие-то страхи. И чего вы тут хотели? Не знаю, куда-то вы хотели пойти, либо что-то вы хотели новое сделать. А потом у вас появилось здесь чувство вины, да? То есть как я себе такое позволила? Почему? И вот эти вот сомнения, они проявили другую ветку реальности, не столь позитивную, сколько можно было бы изначально. Вы испугались своего собственного решения, то есть вот вроде бы храбрились, храбрились, вот, а потом сами усомнились. Усомнились, вот и вы получаете результат сомнительный. То есть вот здесь какой-то такой урок вам дан, чтобы вы в следующий раз были более уверены в своих решениях. То есть приняли решение, все, сожгли мосты, пошли дальше. Если не приняли, лучше не беритесь за дело, а если взялись, то уже не думайте о поражениях. Вот здесь такой урок вам был дан. Так, это была вторая позиция. И мы переходим к позиции номер 3, зелененькому камешку. Что вам нужно знать тройке сейчас? Здесь вы как будто бы ищете какие-то ответы для себя на вопросы, и вы полностью сфокусированы на этом поиске. И здесь как будто бы говорят о том, что вам не хватает немножко отдыха, вам нужно переключиться на что-то другое, на более радостное, на более позитивное. То есть вот на какой-то отдых, на какой-то праздник. Потому что вы здесь слишком сфокусированы. Долгое время держать концентрацию, концентрацию – это очень на чём-то, да, что-то отдумывать. Это очень энергозатратно. Поэтому здесь вот вы как-то… здесь как будто бы луч света, который хочет проникнуть в ваш мозг, в ваше сознание. И вот вы этим лучом света целенаправленно очень долго что-то ищете. И вот этот вот поиск, он как будто бы этот луч, он отдаляется от своего источника. И чем дальше он отдаляется, тем меньше света у него. И если меньше света, значит, меньше вероятность того, что вы найдёте ответ. То есть здесь как будто бы показано то, что вы отдалились очень сильно от своего первоисточника того, с чего всё началось. То есть своего какого-то поиска. Вы очень сильно углубились туда и вот как-то вот отдалились от… Здесь не то чтобы правильный или верный путь, а вы очень сильно углубились и знаете как, как будто бы забыли, ради чего всё началось. То есть я вроде бы хотела что-то, для чего-то, а что-то получить. И вы с этой мыслью начали идти. И потом это… Это как поиск в интернете. Да, забиваете что-то в поисковике, да, и вам выдают вариант. Вы заходите в одну страничку, там что-то начинаете читать, и там появляется какая-то дополнительная, новая, интересная информация. Вы переходите по этой ссылке на другой источник. И вот от одного к другому, и вы уже отдалились от первой идеи, ради которой вы начали этот поиск. Ну, вам в принципе всё интересно, всё интересно. Но по факту получается, много времени потратили. Да, получили много разной информации, но она не столь важна, и ответ на свой первый вопрос вы не нашли. И здесь говорится о том, что сейчас вам нужно как-то отдохнуть, переключиться на что-то другое. как будто бы этот луч света, он должен вернуться к своему источнику обратно, прежде чем вы его заново используете. Здесь нужно какое-то восстановление, либо какая-то подпитка идёт. Поэтому необходимо переключиться на более позитивные какие-то моменты. Ну, элементарно отдохнуть, но здесь отдых, он не должен быть пассивный, а отдых здесь активный, здесь желание, желательно какие-то новые впечатления, новые ассоциации радостные такие получить. То есть побывать реально в каких-нибудь местах, где вам будет хорошо, вам будет радостно, беззаботно. Здесь как будто бы вы ищете, ну, это опять-таки не для всех, для кого-то здесь стоит вопрос недвижимости, покупки земли, покупки, я не знаю, второго какого-нибудь дома для себя, ну, типа дачи, да. Это, в принципе, о том, что я и говорила ранее, как-то отдалились от своей первой задумки, первоначальной какой-то задумки. Вам нужно вернуться к прежней идее. Так, для чего эту информацию показали? Для того, чтобы сделали какой-то вот конечный выбор, для того, чтобы вы окончательно определились в своих идеях. Здесь у нас выходят два мяча, две идеи, две информации, и аркан влюбленных. Определиться, да, какой, к какому пути я буду соответствовать, куда я пойду, по какой дороге я пойду, что для меня важно. То есть здесь как будто бы затянувшееся время, и нужно принимать решение. И решение, которое вы будете принимать, его нужно делать на основе вашей собственной какой-то выгоды. То, что будет вас радовать, то, что будет вас наполнять. То есть здесь подсказка в этом выборе. Если вы выбираете между чем-то и чем-то, то выбирайте там, ну вот себя, хочется сказать, там, где вы будете чувствовать себя позитивнее, тепло, увереннее. То есть, допустим, если это куда-то переезд, выбирайте там, где тепло. А если там, где, например, не знаю, север и юг, выбирайте юг. Выбирайте солнце, но здесь не юг, а здесь будет восток. Ну, либо юго-восток, либо восток. Если про направлению восток, жезл, огонь — это восток. Если это будущее, если это восток, то это будущее. Выбирайте там, где есть у ситуации какое-то будущее. Эту информацию показали, потому что она как будто бы длится долгое время, да, из прошлого. Из прошлого. Эта ситуация очень сильно как-то вас встряхнула. Ну, не знаю, потому что здесь показывают, как землетрясение. Либо, наоборот, нужно себя встряхнуть и заново вернуть. Так, ладно, надо сделать окончательный выбор. Еще для чего показали эту информацию, да. То, что вот, видимо, долгое время тянется, и надо поставить точку. Ну, тоже повтор идет. Уже повтор идет. Да, что здесь уже необходимы перемены. Здесь уже ждать не имеет никакого смысла, да. То есть, чем больше у вас есть время на подумать, тем больше вы как-то заблудились. Как это сказать? Запутались. Вам не нужно больше времени, уже принимайте окончательное решение. То есть, времени уже нет. Здесь уже нужны перемены какие-то. Что вам поможет принять решение? Ну, я вам сказала подсказки, но в любом случае, что вам может помочь? Не знаю, не могу сказать. Вот что вам может помочь? Да не смотрите вы уже в прошлое, там, где было больно. То есть, не нужно... Вот вы как будто бы делаете выбор на основе того, что я не хочу больше ошибаться так, как было в прошлом. Вот. Вам нужно посмотреть в будущее. То есть, не надо думать, принимать решения, исходя из прошлого какого-то опыта. Возможно, этот опыт, он будет каким-то новым, а вы на него проецируете что-то старое. Вот вы эту ситуацию рассматриваете как будто бы как кризисную, да, какую-то вот, я не знаю, критичную для вас. Здесь нужно смотреть как-то более проще. Более проще и здесь рыцарь мечей, он такой, знаете, вот бескомпромиссный какой-то вот скоростной, говорящий о том, что здесь нужно как-то поторопиться в принятии этого решения. Вот не надо здесь как-то бояться. Возьмите тот шанс, который вам дают. Я не знаю, о чем здесь. В каком-то шансе здесь идет речь. Так, это была третья позиция. Я благодарю вас всех за внимание. Напомню, что в разделе сообщества после обеда выходит анонс на близконсультации. Тема будет поток. Кому интересно, контакты будут в анонсе. Пишите, приходите. Буду вас ждать. А я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok